Среди рек, синих-синих, где в березах земля... Ну, вот те, которые доказали, что все возможно. Видите, ниже это поселок Черебурский. Он очень красивый. Здесь сохранили лес. Летом особенно. Здесь растут прямо на улицах ранетки, сибирки. Здесь прямо возле своего дома посадил несколько, они взрослые, полносящие абрикосы, вот этот волшебник. Борисович Бодор, низко кланяю с Тебе. Мой друг и чем я горжусь. Мой друг и Тарасовый Небесный, уже небесный житель. Никогда не поверю, что могила и на этом все. Ни как, что распадается личность. Нет, не то, что не поверю, я это знаю. Вот. Просто это была последняя фотография, которую я сделал. Вот это, вот, он сказал мне. Это все, это мой последний привет. Вот. Вот эти вот уникальные черешни. Черешни. Вот что я хотел сказать. Вот это чудо. Да, вот он далека. А вы думаете, он начал, когда только перекрыли? Когда перекрыли, я к нему поехал, я у него черешню уже ел. Это было до перекрытия. Вы понимаете, в чем подвиг-то? Не удалось никому. Если эти варянские ученые черешневеды, черешневоды с помощью бесконечных обрезок уничтожают морозостойкость и иммунитет череша, как они могли их двигать на север? Это невероятно. Я вам показывал эти фотографии. Это ужас. Как можно с каждого яруса из 8, 5, 5... А посчитала на каждом ярусе 5-8 скелетных метров. На каждом ярусе. И надо оставить 3. Остальное на концу. Какая морозостойкость! И тут же жалоба. То замерзнет, то замерзнет, то замерзнет, то замерзнет. А почему она не поняла, что вот эти раны – это есть причина? Как так? Тут не надо быть металлургом и не надо быть этим самым президентом Академии наук. Мне кажется, я и президент Академии наук был. Он наверняка там может быть животновод был. Мог быть. Конечно, мог быть. Это же наука. Мог быть физиком, математиком. Скорее всего. Я бы его за 5 минут бы убедил. У людей-инвалидов мерзнут шрамы. У меня был такой приятель. Ноги все в этих… Иссечены. Спросы шрамы. Хромал ноги и ноги. Как они у него мерзнут? А почему же непонятно-то? Ведь это такая же жизнь. Мы же все одной кровью. Мы и деревья. Вот мне это наболело. Ладовская, да, тут есть какое-то преимущество. Здесь 35-то редко бывает. Вот. Но он-то в горах выше. Это раз. А у него уже плоды были еще до заполнения. Это как вы можете увязать? И книги, и статьи, да, что-то подмерзало. Иногда подмерзало. И мне рассказывал. И два тома вот таких вот Мичурина. Это, говорит, моя Библия. А? Те, кто написал, что это все лошадь и мошенничество, в одном случае, и великий реализация – это уже наука в другом случае. Как можно цитировать то, что было сто лет назад, в 30-м году? Чем сто лет занимались-то? Вот кому надо было ехать. Чистый Мичуринис. Что мы потеряли, ну? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!